Приветствую всех! Недавно я приобрел вот такие вот шикарные большущие диоды, но захотелось и купил их. Это большие диоды, у нас они стоят жутко дорого, хотя купить их можно было в 10 раз дешевле. Вот посмотрите, как они по сравнению с обычным линзованным диодом смотрятся. Разумеется, я провел с ними ряд экспериментов, а сегодня хочу провести эксперимент простецкий. Мы посмотрим, сколько они вырабатывают вольт. У них большая линза, и хотя в них такой же малюсенький кристалл, как и в этих 5-миллиметровых, на этот кристалл фокусируется больше света, соответственно они вырабатывают больше энергии. Давайте посмотрим, насколько этот диодик справится с выработкой электричества. Сперва проверяем. Это у нас желтенький диодик, вот там маленькая желтенькая точка, именно она будет вырабатывать электричество. Теперь я перевожу вольтметр в режим измерения напряжения. Включаю его, выношу светодиодик на солнце, и вот на солнце он нам выдает почти 1,6, иногда 1,5, иногда 1,6, это еще из-за стекла. То есть полтора вольта всего один вот такой диод. Давайте попробуем другие. У меня их всего три, это был желтый. Давайте испытаем следующий диодик. Вот этот вот диодик. Ну-ка. Ага, я неправильно его подсоединил. Это белый диод. На самом деле это ультрафиолетовые диоды, у которых есть покрытие, которое при облучении светит нам белым светом. Вот мы видим, как он загорается. Хороший такой диодик. Давайте посмотрим его способность вырабатывать электричество на свету. Переключаемся на вольтметр. И поехали, его на свет понесли. Зашкалило, смотрите-ка. Белый светодиод. Сейчас я его расположу более-менее нормально. 2 вольта. Обратите внимание, напряжение белого светодиода 2 вольта. Только что был желтый 2,26. Ну вот, если я поймал фокус, 2 вольта с белого светодиода мы сняли. Ну и это логично, потому что ультрафиолетовые диоды, они, конечно, по напряжению более высокие. Так, и теперь у меня есть еще один светодиодик. Это красный. Сейчас я покажу, как он светится. Так, подключаемся. Так, вот красненький. И сейчас мы этот красненький светодиодик посмотрим и проверим на генерацию. Он реагирует, конечно, на красный спектр. Сразу выдает 1,5 вольта. Но сможет ли он дать больше? Вот не больше, чем 1,6. Вот, 1,6. Это, кстати, равняется напряжению пальчиковой солевой батарейки китайской. Вот как раз именно с этого напряжения он и светится. Самый интересный, конечно, из них желтый. То есть, во-первых, желтый светодиод немножко нелогичный. Мало таких нормальных полупроводников, которые светятся желтым светом. Он должен быть либо близок очень к красному, либо к зеленому. И напряжение должно было быть около 2 вольт, 1,8. Но этот показывает едва 1,6. То есть, даже не дотягивается до красного. Хотя, ну да, дотягивается все-таки. Хотя по зажиганию он сложнее. Он, вот даже вот мы его когда включали, давайте посмотрим на тестирование. Вот, зажигаем. Махонькая желтенькая точечка. То есть, он все-таки не в режиме. Он не может светиться желтым. Хотя, светится довольно-таки красиво. Кому интересно, ссылочка будет в описании, как они светятся. А пока что мы сделали вывод. Вот, с помощью красного, конечно, хорошо все это генерить. Но по вольтажу превзошел всех вот этот вот беленький светодиод. Его хорошо опознать по вот такой блямбе внутри. Довольно широкой. Ну, а красненький и желтенький, они просто кажутся там внутри темной точкой. Вот. Ну, и вырабатывают тоже напряжение хорошее. Но меньше 2 вольт, которое выдал нам вот этот вот светодиодик. Жалко, у меня синего нет. Синий наверняка тоже показал хорошие результаты. На этом все, ребята. Пока.